Добрый вечер! Вы смотрите программу события. Сегодня в выпуске. Улучшение демографической ситуации – главная задача медиков. Инфекционное отделение признано лучшим. Юные музыканты и педагоги школы искусств вновь победили на международном конкурсе. А теперь на эти темы подробнее. Сегодня медицинские работники подвели итоги деятельности Центральной районной больницы за прошедший год. Обсудили и планы на 2007 год. В целом работа будет направлена на выполнение закона о демографической безопасности Республики Беларусь. Планом предусмотрено снижение смертности на 12% и повышение рождаемости на 11%. На совещании особое внимание уделялось демографической ситуации. Она охарактеризована как сложная. Всего в районе проживает 107 416 человек. В прошедшем году 1924 человека умерло. Родилось – 1004. Среди заболеваний лидируют болезни системы кровообращения. От их умерло более 60%. От злокачественных образований – чуть больше 10%. Для улучшения обстановки направлена реализация программы «Кардиология, сахарный диабет, онкология». Для изучения мнения пациентов проводятся опросы и анкетирование. Постоянно в нашей больнице проводится опросы и анкетирование как посетителей поликлиники, так и больных, которые находятся в нас кознавом лечениях, но это также среди сельских жителей. В 2005 году благодарность уложится 2,50%, то уже можно было, почти 50%, но от всех поступивших письмах, это были письма. Как уровень профессионализма Владимир Лазаревич отметил профподготовку. В коллективе трудятся 86 врачей второй категории, 109 – первой, 19 – высшие и один – кандидат наук. Но, как отметил главврач, успех лечения зависит в большей степени от стадии выявления заболеваний. Вся деятельность поликлинической службы будет направлена в 2007 году на снижение показателей вне больничной смертности. И задачей номер один должно быть выполнение государственной программы кардиология. Деятельность амбулаторно-поликлинической службы района многогранна и охватывает все разделы системы медицинского обеспечения. Пропаганда медицинских знаний среди населения, доказания квалифицированной специализированной помощи больной. Врачами амбулаторно-поликлинической службы удалось выполнить все практические профилактические осмотры декритированных контингентов в установленные сроки. В стороне участковой терапевтической сети, сети амбулаторий и ФАПов выполнены и планы иммунизации и регенфлюорофическое обследование. Многие из проблем связаны с нехваткой специалистов. Укомплектованность врачами составляет 68%. На финансирование учреждений здравоохранения из бюджета района в прошедшем году было выделено 24 505 000 рублей. В 2006 году в инфекционном отделении пролечено более 2000 пациентов. Не допущено ни одного случая смерти. Перевыполнен план по оказанию платных услуг. По этому и ряду других показателей инфекционное отделение признано лучшим среди других стационарных отделений. Как о хорошем хозяине судят по двору, так о больнице судят по приемному покою. Это его зеркало. От того, как примут здесь больного, как смогут расположить к себе, не в малой степени зависит, как скоро он встанет на ноги. Внимание от людей в белых халатах ожидают и взрослые и дети. Надо с такой любовью к ним относиться, чтобы они почувствовали, увидели в этом человеке, что тетя хорошая, тетя добрая, что она не обидит. Вот я думаю, что это самое главное. А взрослые, конечно, они могут сами сказать, что что-то их беспокоит, высказать какие-то свои претензии, а может быть даже замечания. Водить тебе хорошо все? Нормально тебе, да? Как тебя зовут? Нормально. Диана, вот видишь, какая ты хорошая дядя. Даже не больно, правда? Пациент инфекционного отделения – человек с ослабленным иммунитетом. Это чаще всего пожилой или ребенок. Инфекции, в принципе, не изменились. Изменилось их соотношение. Меньше стало кишечных, зато выросло количество рутавирусных. Не изменилось и отношение пациентов к отделению. Его по-прежнему побаиваются. Это обидно, говорят врачи. Бич нашего отделения – это самовольные уходы матери с детьми. Все дело в том, что не успеет ребенок поступить, чуть-чуть лучше стало, они сразу же уходят, на следующий день приходят опять и говорят, «Здравствуйте, доктор, мы опять у вас». И опять приходится этого ребенка лечить, но уже в два раза дольше. В прошедшем году в отделении пролечено более двух тысяч пациентов. Не было ни одного случая смерти. Достичь хороших показателей удалось совместными усилиями врачей, медсестер, нянечек. А еще, говорят в инфекционном, усилиями заведующая Раиса Янкович. Она хороший человек и хороший врач. Ее медицинский стаж – 40 лет. Из них почти 30 она руководит отделением. Ну, давайте, девочки, докладываем. Первый пост. Каждое утро, собирая на планерку подчиненных, Раиса Николаевна своим жизнелюбием поднимает настроение всем. Говорит, текучести кадров в отделении нет. Если кто-то и уходит, то только на повышение. В российском городе Новосибирске прошел девятый международный фестиваль-конкурс имени Ивана Маланина. Этот крупнейший форум раз в два года собирает огромное количество участников из России и зарубежья. Речичанки Анастасия Харинова и Юлия Синчинова вернулись с наградами. В этом году в Новосибирске было представлено рекордное количество участников. Свыше 600 музыкантов в 25 номинациях со всех уголков России, начиная с Архангельской, заканчивая Сахалином, а также с Ближнего и Дальнего зарубежья. Республика Беларусь была представлена в двух номинациях. Преподаватель Речицкой школы искусств Трофим Антипов и его ученица Юлия Синчинова показали свое мастерство в номинации «Учитель» и «Ученик». Их конкурентами были заслуженные артисты России со своими учениками. В непростой борьбе белорусскому дуэту из Речицы присвоена первая премия и звание лауреата. Юлия Синчинова – выпускница музыкальной школы. В свои 15 лет она неоднократно становилась победительницей международных конкурсов. Трофим Антипов считает, что в Новосибирске их дуэт добился успеха благодаря не только собранности и выдержке, но и выбранному произведению. Мы же ставили акцент на органную музыку Баха, поэтому я считаю, что это сыграло огромную роль. Мы довольны этой поездкой за своих девочек. Не зря работали. Звание лауреата и первой премии фестиваля в номинации «Балалайка, гусли, цимбалы» была удостоена ученица школы искусства 13-летняя Анастасия Харинова. Педагог Елена Сочнева говорит, что Анастасия – одна из лучших ее учениц. Принимала участие в областных конкурсах. Первый год открыли в Новосибирске нашу номинацию «Гусли, балалайка и цимбалы». И мы решили, что, может быть, стоит попробовать. И, как мы предполагали, а может быть, эта уже работа вышла к такому результату, нам повезло. Настя молодец, она очень хорошо собралась, она ярко играла. Благодаря прекрасному концертмейстеру Трофиму Антипову они выглядели очень убедительно, очень ярко, необычно. Инструмент самбала в Новосибирске видят не так часто. И поэтому это произвело хорошее впечатление. И мы добились того, что нам все-таки дали первую премию. Хочется отметить, что юные музыканты из Беларуси впервые на новосибирской земле удостойны таких высоких наград. Сейчас воспитанницы школы искусств и их педагоги готовятся к международному конкурсу, который пройдет в Болгарии в июне. Это вся информация на сегодня. Впереди вас ждет прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Прогноз погоды в ближайшие двое суток ожидается 7 февраля. Облачно с поросней, местами небольшой снег. На дороге гололедится. Ветер северный с переходом на восточный. 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6,11, местами до 16 градусов мороза. Днем минус 4,9. 8 февраля ожидается облачно с прояснениями. Временами снег, местами метель. На дорогах гололедится. Ветер восточный. 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 14. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов мороза. Местами до минус 11. Днем от 0 до минус 5. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok